Добрый вечер! В прямом эфире для вас работают 200 Кабардино-Балкария в студии Альберт Корцаев. Вначале коротко о главных темах выпуска. Украли номер? Не проблема. Взамен можно получить дубликат. В России вводится новый административный рекламент по регистрации транспорта. Новоселье исправят еще до холодов. В селении Рока завершают строительство пяти новых домов по программе переселения из ветхого жилья. Условия и потенциал есть. Нужна система. Наших гимнастов теперь будет тренировать призер Олимпийских игр. Чиновников надо мотивировать на экономию бюджетных средств, а их персональную ответственность в сфере государственных финансов ужесточит, считает Владимир Путин. Заявления прозвучали сегодня на госсовете. Участие в заседании принял глава республики Арсен Коноков. Рассматривались меры по повышению эффективности расходов госказны. Владимир Путин потребовал кардинально улучшить ситуацию с госзакупками. Тем более, что в следующем году вступает в силу новый закон о федеральной контрактной системе, напомнил глава государства и поручил Кабинету министров до 1 декабря принять все необходимые подзаконные акты. Также президент раскритиковал практику исполнения бюджетов, когда в конце года начинается аврал и спешное освоение ресурсов. В конце заседания Путин отреагировал на замечания лидера ЛДПР Жириновского, который пожаловался на холод в здании. Включать отопление надо не тогда, когда написано в неких правилах, а когда становится холодно, заявил президент. В России, по словам главы государства, очень много устаревших инструкций и регламентов. Они абсолютно не соответствуют требованиям сегодняшнего дня и мешают работать, отметил Владимир Путин. И поручил правительству России и региональным властям провести тщательную инвентаризацию нормативно-правовой базы. Сегодня, во второй день партийсъезда, единороссы на одной из дискуссионных площадок обсуждали регулирование межэтнических отношений в стране. Это своего рода отклик на указ президента об обеспечении межнационального согласия. За счет программных действий единороссы планируют, что к 2020 году уровень толерантности между разными национальностями возрастет до 85%. Федеральная целевая программа уже разработана. В ближайшие 7 лет под нее выделят почти 7 миллиардов рублей. В полемике участвовал депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Адельбиш Хагошев. Нам удалось связаться с ним по телефону. И вот как он прокомментировал тему обсуждения этой дискуссионной площадки. Было очень много выступающих, очень много отдельных предложений. Чувствовался градус наголенности в стране межнациональных отношений, конфликтов. Но тем не менее были трезвые размышления, делалось очень много предложений. В частности о поддержке межнациональных культур в регионах. И в долгосрочной перспективе реализовать стратегию развития национальной политики, конечно, возможно. И я убежден в том, что мы это одолеем. Но вот сегодня, в ближайшее время, год-два, эти конфликты национального характера нужно останавливать. И это в наших силах. Мы ведь выходили из ситуации не таких еще, девяностых. Ну, практически отвоевывали Кавказ. У нас проходили военные кампании в Чечне. Было нападение на Дагестан. Если мы с этими проблемами справились, мы справимся и с проблемами национальных отношений. И самое главное здесь, конечно, это тоже звучало несколько раз, предупреждение этих межнациональных конфликтов. Это очень важная задача. Поставить автомобиль на учет в ГИБДД теперь можно будет в любом регионе страны, независимо от места регистрации автовладельца. Даже если номера украли, появится возможность получить их дубликаты. Все это позволяет новый административный регламент по регистрации транспортных средств, который опубликовала сегодня российская газета. Документ вступит в силу 15 октября. Как отмечает издание, МВД удалось сохранить основные положения действующей системы, но при этом сократить количество процедур и документов. В результате время регистрации уменьшено с трех часов до одного. Кроме того, сделан серьезный шаг к закреплению номера за автомобилем. Снимать с учета будут только машины, которые списываются в утиль или выбывают за пределы государства. Все остальные операции отныне называются изменением регистрационных данных, то есть продавать машину теперь будут вместе с номерами. И обращаться в ГИБДД, чтобы снять автомобиль с учета или самому производить изменение регистрационных данных, не придется. Теперь это задача покупателя. Поставить машину на учет он должен в течение 10 суток, тогда ГИБДД изменит данные в базе. И прежнему собственнику уже не будут приходить письма счастья за нарушения, совершенные на проданной машине. Перейти на двухсменный режим работы при строительстве нового жилья обязал подрядчиков министр энергетики ЖКХ и тарифной политики Тахир Кучменов. Новые дома по программе переселения из ветхого и аварийного возводят в Нордкале майском прохладном иселении Рока. По требованию главы профильного ведомства, местные власти должны каждый день следить за ходом работ, чтобы в установленные сроки граждане получили комфортное и надежное жилье. В Лискенском районе новоселье ждут 18 семей. Строители обещают, 5 домов будут сданы под ключ еще до Нового года. Тему продолжит Инна Богатырева. За каждым домом закреплена своя бригада. Она и выполняет все работы от нулевого цикла до сдачи под ключ. Идут подрядчики с опережением графика. По словам прораба, готовое к заселению жилье сдадут до конца ноября. Сейчас собираемся кровлю полностью сделать. И где-то недели через три начнем внутреннюю отделку. А так сейчас провели воду, электричество. Пока погода есть, ведем нарушенные фасадные работы. Пять домов на 18 однокомнатных квартир в новом микрорайоне Ерока строят по адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Площадь на каждую семью рассчитана, исходя из старой, метр в метр. Не считая того, что удобства теперь будут не во дворе, а внутри. Придомовые участки тоже обещают благоустроить, а вот здесь проложат улицу с асфальтовым покрытием. Сейчас объявлен аукцион на приобретение этих домов. И где-то в пределах 6-7 октября будет заключен муниципальный контракт именно приобретения этих домов, которые сейчас строятся частным способом. По завершению строительства объект выкупит государство. Стоимость работ оценена в 12 миллионов рублей. Из них 70% из фонда содействия реформированию ЖКХ. Остальные средства из республиканской казны. По этой же программе в прошлом году в Юрока построили 4-х квартирный дом. Там люди уже живут. Инна Богатрёва, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня в Минтруда состоялось заседание Совета при главе КБР по делам инвалидов. Сейчас в республике зарегистрирована 31 общественная организация инвалидов, куда входят около 16 тысяч человек. На заседании обсудили, как обеспечивается социальное обустройство людей с ограниченными возможностями, защита их прав и интересов. Подзвучала информация об исполнении федеральной программы «Доступная среда» до 2015 года, а также о реализации аналогичной республиканской программы стоимостью более 100 миллионов рублей. Вице-премьер Мухаммед Кадзоков сообщил, что глава местных администраций нужно завершить мониторинг доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения. Результаты следует представить в Совет по делам инвалидов до 1 декабря. Результаты следует показать, что необходимо до конца этого года принять все муниципальные программы. Второе, этот реестр, о котором мы сейчас говорим, его необходимо качественно подготовить и муниципальные объекты, и республиканский уровень, то, что мы будем делать. И еще раз посмотреть те бюджеты, которые вы будете сейчас на 2014 год формировать. К другим темам. Цветы, шампанское и поздравления от первых лиц. В Нальчике сегодня честовали лучших работников системы образования Кабардино-Балкарии. На этот раз торжественный вечер, посвященный Дню Учителя, который будут отмечать завтра, провели в неформальной обстановке в банкетном зале ГКЗ. Исполняющая обязанности председателя правительства Ирина Марьяш озвучила поздравления главы КБР, педагога республики, а следом состоялась церемония вручения государственных наград за многолетний добросовестный труд в системе образования и вклад в воспитание подрастающего поколения. В большой группе педагогов вручили почетные грамоты парламента, сообщили о присвоении званий и объявили благодарности. Также поощрили победителей конкурсов учителей, виновников торжества поздравили министры и депутаты. В Кабардино-Балкарском научном центре сегодня переизбрали председателя ученого, председателя ученого сообщества в условиях реформирования РАН решила сделать ставку на опыт. Доверие вновь выразили Петру Иванову, но работать ему теперь придется в новых условиях. Новый закон вызвал множество вопросов, но в конечном итоге консенсус все-таки найден. Региональные центры академии не будут ликвидированы или сокращены, как изначально планировалось. Ученые, как и прежде, будут заниматься наукой, а вот продвигать их продукцию на рынок будет специальное агентство. Как отладить эту схему в наших условиях, на конференции обсуждали в числе прочих вопросов, рассказывает Жанна Гуляева. Нам предрекали трудные времена, но мы не только выкарабкались, но и показываем неплохие результаты. Увеличили в разы количество новых разработок, проектов и публикаций. Начал свое выступление председатель Кабардино-Балкарского научного центра. Гордостью республиканской науки Петр Иванов назвал Баксанскую нейтринную обсерваторию, где ведут уникальные исследования Солнечной системы и занимаются поиском альтернативных источников энергии. Кстати, как отметил академик, некоторые скептики ее тоже хотели списать со счетов. Но лаборатория, расположенная глубоко в горе, каждый раз доказывает свою эффективность. Гарри Германова нейтринный телескоп обсерватории в настоящее время является единственным в мире телескопом, обеспечивающим наблюдение потока нейтрино от всех термоядерных реакций, протекающих в Солнце. Также удалось защитить от нападок и Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований. За то, чтобы его сотрудники получали достойную зарплату, пришлось биться два года, подчеркнул Петр Иванов. Не на последних ролях в России и Центр прикладной математики и информатики со своими уникальными изобретениями. Уделяется большое внимание инновационной деятельности, особенно в области робототехники. Академик не применил воспользоваться возможностью и ответить на разговоры о неэффективном использовании имущества РАН. Они не умеют управлять имуществом. Тоже неверно. Всего 2% площадей сдается в аренду. И то арендную плату, которую получают институты московские, которые сдают в аренду, это идет на приобретение компьютеров, на которые не дают деньги. Нас услышали и приняли наиболее взвешенное решение. Но чтобы основной документ заработал в полную силу, нужно дополнить его подзаконными актами, продолжил глава научного сообщества по теме реформы. Впрочем, говорили не только о работе, но и о бытовых проблемах. К примеру, за 5 лет удалось обеспечить жильем 30 сотрудников. Все достижения собравшиеся оценили и вновь выразили доверие Петру Иванову. Он будет возглавлять Кабардино-Балкарский научный центр в следующие 5 лет. Практически в прежнем составе остался и президиум. Жанна Гуляева, Заур Гидуев, Марат Татруков, Вести Кабардино-Балкария. К реализации своих проектов победители всекавказского лагеря «Машук» должны приступить до конца октября. Об этом сегодня в Нальчике на встрече с участниками форума сообщил председатель Росмолодежи. В числе получателей гранты почти полсотни молодых людей из нашей республики. Сумма варьируется от 100 тысяч рублей, это минимум, до полумиллиона максимум. Воплощая в жизнь свои идеи, начальник отдела регионального взаимодействия федерального агентства Александр Гопа призвал привлекать активную молодежь из отдаленных населенных пунктов и напомнил, что в этом году установлен жесткий контроль над освоением федеральных средств. Эти деньги являются целевыми. Вы можете их потратить только на свой проект. И после чего отчитаться, на что, куда и зачем были потрачены федеральные деньги. И прикрепить это отчетом, а также ссылками, видеороликами и так далее, как проходил непосредственный проект. После подписания соглашений мы им перечисляем 60% от суммы гранта. После сдачи отчетности оставшиеся 40%. Соглашения с победителями форума были подписаны здесь, что сразу после того, как представитель Федерального агентства по делам молодежи ответил на вопросы участников встречи. Более 60 миллионов россиян сегодня приняли участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне. Стартовала она утром во всех субъектах Федерации. Для каждого были разработаны индивидуальные легенды с учетом рисков, характерных для той или иной местности. В Кабардино-Балкарии учение началось с сигнала оповещения руководящего состава. Адам Абазов продолжит. Вот это поле недалеко от селения Шалушка сегодня, по легенде, выступает в роли плановская. В 6 утра на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о землетрясении. В считанные часы на месте условно-чрезвычайной ситуации был сформирован оперативный штаб, который обслуживает около 30 человек и несколько единиц специальной техники. Позже на место условного ЧС прибыл руководящий состав, ответственный за готовность их звенья в систему гражданской обороны. Задачи каждого из них до этого были конкретизированы на экстренном совещании в Доме правительства, где главный спасатель республики Сергей Шагин озвучил легенду учений. В результате землетрясения получили повреждение нефтехранилища. Повреждено 13 социально значимых объектов, из них 3 социально значимых объекта разрушены полностью. Частично произошло разрушение 45 домов и полное разрушение 19 домов, включая многоэтажные. Пострадало 347 человек, погибло 223 человека. Сирены оповещений ОЧС сегодня звучат по всей стране. Исключением стал лишь Дальний Восток. Людей, только что переживших неучебное реальное бедствие, решили не беспокоить. Весь процессе российской тренировки по гражданской обороне контролировал министр МЧС. Цели учений Владимир Пучков разъяснил лично по селектору. Сегодня в соответствии с решением президента Российской Федерации мы проводим всероссийскую тренировку по гражданской обороне. В целом для выполнения практических мероприятий в стране будет задействовано более 12 миллионов человек. Уже в 16 часов на полигоне по итогам учений перед окружным чрезвычайным управлением отчитывалась исполняющая обязанности председателя правительства Ирина Марьяш. В ходе тренировки своевременно и на высоком качественном уровне отработаны следующие мероприятия. Оповещение органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской республики, развертывание группы контроля за выполнением первоочередных мероприятий гражданской обороны, сбор членов правительства Кабардино-Балкарской республики, постановка задач на тренировку, заседание эвакуационной комиссии. Основной целью всероссийской тренировки было выявление слабых проблемных звеньев в системе гражданской обороны, поэтому учения не ограничились только ликвидацией условного стихийного бедствия, обозначенного в легенде. В организациях и учреждениях проходили лекции по противопожарной безопасности. Эта проблема для республики одна из самых актуальных, убежден министр КБР по чрезвычайным ситуациям. Всего в Кабардино-Балкарии в учениях участвовали 42 тысячи человек. По мнению Шагина, мало. В следующей тренировке должно быть не менее 100 тысяч, рассчитывает он. Наверное, нужно тренироваться и тренироваться. Ну, пускай будут тренировки лучше, чем стихийные какие-то бедствия. По приглашению Минспорта жить и работать в нашей республике приехала Елена Прадунова, именитая российская гимнастка, двукратный призер Олимпийских игр в Сиднии, чемпионка России, Европы и мира. Сегодня она провела мастер-класс для коллег из Кабардино-Балкарии. Настрой боевой планы наполеоновские. Убедились тренеры и представители профильного министерства. В республике Прадунова только два дня, однако уже успела пообщаться с будущими воспитанниками и даже провела тренировку. В занятиях с детьми отдает предпочтение достаточно напряженной системе подготовки гимнастов в сборной России. Нужно соблюсти все, скажем так, меры и воздействия для того, чтобы детки научились что-то делать. А чтобы детки научились что-то делать, то есть это система, которую не обманешь, скажем так. Без этого никуда и очень нужно много вспомогательного материала. То есть это яма, это полностью зал оборудованный снарядами. Помимо основных, это еще должны быть дополнительные. Это здесь все есть шикарно просто. Спортсменка прославилась своими выступлениями в вольных упражнениях и уникальным опорным прыжком в 2,5 сальто вперед. В ее честь были названы новые элементы в гимнастике. Контракт с Еленой Прадуновой заключили до 2016 года. Тренировки она начнет в Нальчике, на детском стадионе, где неделю назад появился специализированный ковер для спортивной гимнастики, единственный в СКФО. Это была последняя информация выпуска. Далее прогноз погоды. До встречи. Добрый вечер. Как прогнозируют синоптики, в субботу нас ждет понижение температуры. В среднем похолодает на градусы 4, по республике плюс 7,9 и осадки. Ветер умеренный, атмосферное давление в норме. В Зольском дожди в дневные часы около 5 тепла, облака в горах сгустятся. Велика вероятность снега. У подножия Альбруса днем около минус 4, ночные морозы до 14 градусов. Всего 1 градус выше 0,5 и здесь осадки, показатели термометров. На территории Баксаны, Чигем и Нордскалы будут колебаться от плюс 4 до плюс 6, погода сырая. Небольшие дожди в Прохладненском, Майском, Терском и Лескенском районах. Столбики термометров чуть не дотянут до плюс 10. В Кашхата облаков заметно больше, влажно и ветрено. Дождь, увы, метеорологи ожидают и в столице Кабардино-Балкарии днем воздух прогреется всего до 7 градусов. Такую погоду в выходные обещает Росгидрометцентр. Всего доброго. Росгидрометцентр.